Сегодня в проекте лица улиц уникальный молдавский футболист, который увлечен не только спортом. Он пишет стихи и книгу. Знакомьтесь, разносторонний Давид Андроник. Чао, take our time with big player Jeronimo Baranas. Чао, have a great day. Я хороший человек, в первую очередь. Помимо этого, если брать профессиональную деятельность, я профессиональный спортсмен. Футболист. Творческая личность. Люблю очень творчество. Ну, это помимо футбола. Люблю ходить в театр, пишу прозу. Ну, естественно, занимаюсь футболом, чемпионаты, тренировки и так далее. К творчеству вернемся. Интересно узнать, почему мальчик захотел прийти в футбол? Не просто погонять мяч во дворе. Профессионально. Предыстория как? Это случилось в 8 лет, когда я первый раз вступил на футбольное поле. Скажем так, на это повлиял мой отец, так как он тоже играл в профессиональный футбол. Так вот, он меня отвез. Я помню, когда мы были в Москве, мы жили в Москве тогда. И первый раз пошел на тренировку с командой «Динава Москва». Сколько мы там жили, я там тренировался, и вот он заразил меня вот этим. Ну, не было такого, что говорили, пап, не хочу, ерунда, или как бы втянулись? Нет, втянулся, потому что, когда мы уже приехали в Кишинев, то я занимался и футболом, и танцами, и музыкой, и тегвандо, бокс. Только чем не занимался. То есть был выбор какой-то. А вы самостоятельно искали себя? Либо отец, либо мама, так говорили, попробуй везде, а дальше уже как стрянет. Ну, родители говорили, ну, ты попробуй там, и там, и уже увидишь, где тебе нравится больше. Ну, мне больше всего понравился футбол. Когда стали понимать, что футбол – это уже не просто так игра, а уже часть жизни? Я буду жить им всегда почти. Ну, наверное, это случилось в 17 лет, в 17-18 лет. Когда ты уже, ну, ты становишься профессионалом, ты получаешь за это деньги, ты понимаешь, что уже абсолютно другое отношение, ты должен на тысячу процентов выкладываться, режим и так далее. То есть где-то в 17-18 лет это случилось. Играть в профессиональном футболе – это легко, просто потому что многие люди думают, вот, футболисты, ноги с одного места, все плохо, не понимая ситуации, что в Молдове такой футбол, выше не прыгнешь. Что бы вы сказали? Ну, что я могу сказать на этот счет? Скажем так, отдельно у нас в Молдове, если брать, то, конечно, у нас люди любят там покритиковать и так далее. Есть и положительный момент, и надо стремиться, конечно, чтобы… Ну, есть же маленькие страны, где там хорошо выступают на хорошем уровне и показывают качественный футбол. Вы сказали, что жили в Москве. Это с рождения, либо вы как-то так переезжали? Нет-нет-нет, мы туда переезжали, потому что у меня тогда папа играл в Динамо в Москве. Папа не молдаванин? Он молдаванин. Просто играл там? Да. А мама также из Молдовы? Да. Получается, потом вернулись сюда и продолжали? Да. Да, это так было. Не тесно вот в Молдове в этих рамках? Либо все нормально и нет проблем? Если брать, ну, мою ситуацию, последние два года я играл в Греции. Ну, вот последние четыре месяца я уже вернулся домой. Контракт закончился и… Да, 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 да. И, ну, а перед Грецией я играл в Литве. И, так скажем, ну, есть большая разница между молдавским чемпионатом, греческим, литовским. Разница в чем? В поддержке, в команде, в людях, в чем? Во все все скажете, да? Да. Ну, скажем так, там люди более детально подходят ко всему. То есть там мелочи очень важны. Скажем, да и люди приходят на футбол. Ну, скажем, в Греции, в Литве не так много людей приходило на матчи, но в Греции там люди, они просто болеют футболом. Там ты едешь в такси, он слушает футбол по радио, только о футболе говорит. А ты видел там вот этот, вот эта команда подписала сейчас вот этого футболиста. То есть… Они живут этим? Они этим живут, и это приятно наблюдать. И когда ты еще и футболист, то есть и там играешь, то они, ну, всегда уделяют тебе внимание, все это позитивно. Ну, это очень круто, на самом деле. Нет, нет, у нас все спокойно, холодно, с критикой еще. Я тебе скажу так, у нас, если ты говоришь, типа, да вот я футболист, а, жалко тебя. Да, и такая пауза, знаешь, и ты уже, ну, я помимо футбола, знаешь, там некоторые уже начинают, и как-то так. А такой момент, играя в Греции, возвращаясь в Молдову, с печалью возвращаетесь? Первые дни там все равно чувствуешь себя чуть некомфортно. Но, скажем, некомфортно в каком плане? Потому что ты, как бы, ну, например, скажем, в Греции, там всегда на английском общался, ну, и греческий чуть подучил. Но приходишь домой, с одной стороны, это очень круто, да, но если быть откровенным, то у нас чуть по-другому даже, вот люди общаются в раздевалке и так далее. Но я не говорю, что это плохо, ну, тоже такое своеобразие. А живете где? На своей базе, либо каждый живет в своем? Все по домам, то есть нет такого, только перед игрой. Перед игрой это называется карантин, когда нас закрывают. Как в тюрьме, назовем так, по-хорошему. Да, то у нас, знаете, как кто-то там захочет сбежать, там, в клубе, все хоть а-то. А для этого карантин называется, чтобы спортсмен не вышел? Я шучу, но чтобы, как бы, он режимил перед игрой, он отдыхал. А сколько длится карантин? Ну, скажем, если игра в субботу, то карантин, он может быть с четверга или с... А, ну, немного, можно пережить, не проблема. Да, ну, или с пятницы, как-то так. А творчество как пришло? Потому что уникальность ваша не только в том, что я вот спортсмен, я вот футболом занимаюсь, но вот такая творческая жилка. Это несочетаемо. Либо ты спортсмен, либо ты пиши песни, там, не знаю, сценарий. А тут все вместе. Согласен с этим, часто сталкиваюсь с такими вопросами. Как такое возможно, футболист? Где этот стереотип, что, типа, футболист, они ничем больше не занимаются? Они сильно умные, и вот люди думают. Это же не так. На самом деле люди разные. Я очень люблю кинематограф. После кинематографа начал уже стихи. Ну, читать. Ну, начал интересоваться и так далее. Так же с детства? Либо уже в подростковом возрасте? В подростковом возрасте. В подростковом возрасте. И потом уже думал, ну, почему бы мне не попробовать писать? И вот так начал пробовать, писал. Сначала стихи пошли, потом проза, сценарии. И так и пошло, и поехало. Да, да, да. А стихи как приходят? Вы вот на поле, и видите как-то, не знаю, он пробежал, ты пробежал, спокойно там, не знаю, как ли. Ну, не на футбольном поле, это точно. Так как я не пишу там про спорт. Как-то из какого-то личного опыта. Вдохновения, возможно. Да, вдохновения. Ну, и помимо этого, люблю читать. И вот недавно начал писать книгу. Рушите стереотипы конкретно так. Посмотрим, что из этого получится. Но буду писать только тогда, когда будет абсолютная пауза там, в чемпионате и так далее. Сейчас сложно с этим. Когда вот постоянно тренировки, чемпионаты, переезды и... Конечно, я думаю, если, например, у тебя там тренировки и так далее, ты должен сконцентрироваться на 100%, например, в футбол. Когда у тебя там пауза, скажем, там неделька, ты отдыхаешь, ищешь вот это вдохновение, и там можешь печатать. А окружение удивляется, что такой необычный спортсмен, необычный футболист? Ну, естественно, что кто удивляется, кто там... Потому что внешне вы такой интеллигент, молодой Пушкин, который еще там, знаете, не только стрелялся, но вот в футбол играл. Вот это удивляет других? Меня удивляет. А окружение ваше? Ну, да, естественно, это удивляет. Но, скажем, вот из спорта, то им не совсем понятно вот это. Зачем он этим занимается? Да, типа... Деньги не приносит, тратишь время на какую-то чепуху. Кому это нужно, типа, да. Ну, это, я думаю, что больше для души, скажем. 24 года. В этом всем есть время на личное? Все думают, что футболисты, они такие девственные души, нет времени на семью. Да нет, времени реально нет. Да. Личная жизнь есть? Как она выглядит? Либо вам запрещено, вы не можете? Нет, 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 не запрещено никак. Но, конечно, личная жизнь, она есть. Ну, скажем, у тебя есть тренировка, там, полтора часа, там, или два часа. Потом ты, ну, свободный. И можно встречаться. Дома отдыхаешь, ну, уже сам делаешь свой график. Но надо как-то делать свой график так, чтобы это не шло в ущерб тренировкам, футболу. А интересно узнать. Понятно, девушки смотрят, футболист пишет стихи, там, прозы. Сейчас кричат, хочу ребенка. Свободно ли сердце? Да, свободно. Получается, футболист свободен, девушки могут писать инстаграм, фейсбук. Пожалуйста, пишите. Свободно, потому что, как бы, и нет планов на серьезные отношения. Либо нет девушки, которая... Скажем так, не нашел еще. Многие говорят, что футболисты зарабатывают огромные деньги. Не спрашиваю, какая сумма. Это так? Вот молдавская реальность, греческая, на это можно заработать? Потому что все переписывают миллионы там. И все модели мечтают с футболистом, потому что они дорого-богато все будут. Сумки, обувь. Это так? Все зависит от чемпионата. Если говорить о молдавском чемпионате, если речь идет о каком-то там молодом футболисте, то, естественно, он должен ставить цель отсюда уехать. То есть здесь себя как-то зарекомендовать. У вас такая же цель и будет, да, уехать? Да. Показывать хороший футбол, прокачать себя, улучшить кое-какие свои стороны и уехать отсюда. Там, ну, потому что деньги зарабатываются не в Молдавии. Это сто процентов. Вот здесь деньги есть хорошие, но большие, о которых мы знаем, они за пределами Молдовы. Да. Да, это так. Сейчас вы не супербогатые. Естественно. Но на кофе себе могу. Если вас заинтересовал Давид Андроник, и вы хотите следить за его футбольной и творческой карьерой, подписывайтесь на страницы нашего героя в социальных сетях. Аминь.